Ну что, девочки, покажу вам немножко нашего Крисмаса. Я не знаю, если честно говоря, что у нас тут есть, но будем надеяться, что мне удастся что-то снять, потому что, как я вам уже рассказывала, у нас все как-то не очень. Вот видите, полки такие немножко вставатые. Я надеюсь, что... Я надеюсь, что мне удастся вас удивить и порадовать. Вот наша настоящая канадская гордость. Хоккей. Почем стоит хоккеист 16 долларов. Крисмасный хоккеист рождественский. Ну вот всякие вот эти вот шарики. Вы знаете, у нас это очень популярно. Мэри Крисмас, Снежок. Я очень это люблю все. Почем они? По 20 долларов. Они еще, наверное, с музыкой. Видите, здесь такая заводка. Все, кунчик. Или кто это? Бесценный. А вот эти штуки, это, знаете, называется адвент-календарь. Только почему-то их 12. Вообще-то я думаю, что... Или это не то, что я думаю. Нет, это не адвент-календарь. Это что-то другое. Ну ладно, посмотрим коробки какие-то дурацкие. Пошли посмотрим, что у нас тут еще есть. Всевозможные елки разные, декора совершенно такие. Видите, всякие нетрадиционные ориентации. Такие интересные на самом деле. Посмотрите, да? Вот дедушка Мороз в санках. О, написано, поломано. Да, ну в общем... Вот елочка красивая, вот такая симпатичная. А это целый домик такой. Вот такие вот штуки обычно вешают на верхушку елки ставят, ангелов. Так, ну что, я не могу сказать, что прям так все завалено. Что прям так все завалено, но хотя бы не пустые полки. Есть какие-то бархатные елки, красные вот такие. Видите, они по цветам их расставили. Вот здесь зеленая елочка. И был щелкунчик, но тоже сломали. Смотрите, какой Дед Мороз. Фу, так он в темных очках с елкой. Хипстер такой Дед Мороз. По 17 долларов. Очень все подорожало. Я помню в прошлом году вся эта мушура продавалась там за 8, за 10 можно было купить. А сейчас все, конечно... Здесь розовенькие елочки. Здесь целых три сразу набора из трех. Симпатичные для любителей собачек. Ох, какие они тяжелые эти шары. Я не представляю, как их можно... А вот такой Дед Мороз в клеточках. Слушайте, и написано... Крисмас. Мерри Крисмас. Все, такую в клетку. Как и смешно, в клеточках Деда Мороза. Это такой шелкунчик канадских бизон. Вообще, конечно, ценный петь. Я просто... Я в шоке. Двезда в шоке. И так мало всего. Слушайте, вот смотрите, вот здесь уже какие-то цветочки пошли. А вот здесь вот игрушки. Вот тоже как-то... Смотрите, по две игрушки. Как это... Ну, ты даже как-то... Я так расстраиваюсь из-за всего этого, если честно. Хочется чего-то красивого, хочется праздничного настроения. 7 долларов. Купочка. Какие-то такие даже неинтересные что-то. Да, как-то грустненько все. Здесь раньше все прям было завалено, завалено, застовлено. А сейчас как-то все так... Вот наборы игрушек. Здесь такие большие. Видите, есть до 50 долларов целый. Целый такой большой. Ну, сколько штук? По-моему, 100. Да, 100 штук. Серебряные игрушки. Вот эти поменьше. На 45. Тоже серебряные. Они стоят 25-24. Сосуйки. За 8. Золотые шарики. Сколько их раз? 6 штук. И они по 20 долларов. Очень дорого. Очень дорого. Очень дорого. Вот. А здесь вот стоит упаковка. Это просто коробка для того, чтобы класть в подарок. Это, ну, как бы, нужная вещь. Но, честно говоря, у нас в долларовом сторе, все за доллар полно их. А здесь они стоят по 4. Я даже не знаю, кто здесь их покупает. Их никто здесь не покупает. Поэтому их поставили, потому что их много. И вот какие-то сундуки. И вот какие-то бумаги для того, чтобы заворачивать. Игрушки, подарки. Но это тоже все. Все продается в долларов-сторе, в долларовом магазине. Намного дешевле, чем здесь. А здесь вот какие-то вот одни коробки. Даже почти нет никаких игрушек. Вот я вам тут показала вот эти вот полки. Это, конечно, просто даже не сравнить. Не сравнить с тем, что было в прошлые годы. В прошлые годы весь магазин, ну, вот пол магазина была заставлена. Пол магазина была заставлена всем этим. Все это ими широй. Оставалось еще очень много вещей на распродаже. Потом после Крисмуса все это было завалено. Распродать нам надо. А сейчас все раскупили до того, как вообще Крисмас начался. Ну, какие-то еще тут немножко. Вот эти носки. Немножко тут еще игрушек. И все. И все. А здесь уже какие-то цветочки, горшочки. Это уже совсем не рождественская тематия. Пойдемте посмотрим. Я еще поищу. Может быть, есть подарки какие-то запакованные. Просто интересно. Ну, вот они предлагают такие запакованные уже наборы за 70 долларов. Здесь, видите, включена всякая еда, печенье, варенье, какие-то кракеры. Все это в коробках. Никому не нужно. Я считаю, что это очень переоценено. Ну, все. Потому что, мне кажется, что если покупать это все по отдельности. Кстати, баночки маленькие на одну ложку, на одинокус, это будет стоить шире. А это вообще 150 долларов. Потому что здесь упакована картина такая. Нет внутри. Тут какие-то чаи, сладости, кубочки. Красивую ленточку. Тоже 150 долларов. Вот такой менталический таз. И в нем всякие... Даже не знаю, что ли. В общем, какие-то... Здесь какая-то бутылка. какая-то еда всякая упакованная конфеты ну в общем короче да это очень пользуются такие подарки но я хочу сказать что это очень дорого в прошлом году это было намного дешевле все пледы красные которые имеется ввиду что это подарок на крисмас 60 долларов стоит вообще плед это подарок многие покупают пледы вот как подарок на крисмас на ждество потому что это такая вещь такая зимняя знаете приятный уютный клет клеточку и он не нужно знать размер не нужно знать ничего вот такой клет подарил и вы не ошибетесь ни с цветом ни с размером вот здесь очень много у нас всяких разных обувь красных вот там внизу итальянские 160 долларов это очень приятный подарок конечно в такой же главное что коробка красивая вот такой же давайте посмотрим 180 долларов он стоит и он меньше размером по моему да это плед тоже итальянский делаем в италии наверное он полностью или больше в нем кашемиру потому что он размером по размеру меньше вот этого но он дороже стоит наверно полностью кашемирует всякие пледы видите такие специфические дизайн подарки не нужны это просто тематические но это не то что вот кроме пледа вот плед я считаю это нужно лично ну тоже не всем но ее как-то еще можно пристроить к чему-то а вот подушки эти все это конечно такое подарить чтобы лишь бы что-то подарить выставляли такие украшения тоже люди покупают на подарки но они такие все уборки я вот хочу что-нибудь интересное вам снять но я ничего не могу найти коленечко на 30 долларов много-много камышков видите разноцветных интересные кстати я бы себе такой даже купила мне нравится написано что она сделана из серебра видимость позолотой седьмой размер он у него будет большой хотела его померить не смогла очень много на нем всяких сенсоров а вот цепочка похожая 25 долларов тоже тоже серебряная и у нее видите из тех же тоже много-много разных камушков и вот тоже подобного типа колечка 25 но оно еще больше вообще восьмой размер очень больше никогда не могу никаких колец купить у меня пятый вообще а вот сережки 20 долларов тоже серебряная вот симпатичные сережки я кстати уже их видела я на них глаз положила мне так они понравились 20 долларов кристаллы сваровский симпатичные очень хочется покупать за 20 долларов я даже не знаю они на ранее серебряные это как-то очень-очень не очень что тут у них еще есть интересненького вот интересные такие серебряном под силен по моему сделаны так как так так кулончик браслетики цепь двухцветная калушки разные ну такое в общем вы понимаете такие подарки люди покупают когда не знают что подарить чтобы отцепиться покупают покупают такие подарки ну вот выбор очень маленький просто просто колоссально маленький бабочка хорошенькая пока смотрите без коробки кто-то так ее бросил коробку куда-то подевалась на смерть какая она не милый милейшая серебряная или нет я даже не знаю прелестная на цепочке на такой всего лишь 25 долларов стоит интересно это серебро или нет может быть тоже серебро нет вряд ли конечно нигде не написано что-то серебро наверное какое-то покрытие милая бабочка сердечко такое малюсенькое тоже 25 долларов хотя обычно у нас это украшение серебряное но как валяется все без коробок если люди хотят купить подарок они наоборот пытаются купить коробочку еще очень любят паковать косметику во всякие коробки продавать в качестве подарка почему я вам скажу это что-то для волос это баночки такие для ват ваток маленьких таких пены всякие продукты для волос вот там вот косметика коробочка тоже все очень-очень-очень так жиденько я вам скажу почему все любят покупать вот такие вот подарок вот такие коробки потому что не легко завернуть подарочную бумагу это такой аккуратненький красивый пакетик который можно положить подъемку или подарить вот это главная цель подарков у нас чтобы их можно было просто красиво запаковать ну вот видите какая-то такая штука чтобы волосы держать и щетка для лица 13 долларов что у нас еще есть здесь тоже какая-то какой-то косметоз вот это наверное для я не знаю что это какие-то сейчас по девочке почитаем 16,99 17 долларов читала читала так и не поняла девочки простите я что-то туплю вот это я знаю это такие шарики для ванны чтобы бросать ванны из них такая пена выделяется тоже очень нужная вещь необходимая хозяйство вот 13 долларов тоже целых шесть штук вот этих шарок деревянные коробки так я знаете у меня такое впечатление что я обзорщица магазинов превращаю в обзорщицу магазинов трэш-обзоры снимаю вам девочки а что делать я вообще скоро переключусь на на кушечку буду кушечек снимать потому что в магазинах она снимать нечего вот это подарки для мужчин но вот это единственное что как бы я могу понять что это хорошие свитера я думаю что они шестяны вот написано что сто процентов меринобой это шерсть стоит он всего лишь 30 долларов но хорошо упакован в красивую коробочку вот это приятный подарок вот такие подарки я люблю потому что во первых это не просто коробка с каким-то дерьмом который потом никто не знает что с ним делать в принципе свитер который 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 вот сто процентов шерсть это свитер который может человек носить просто он упакован в красивую такой видите коробку стоит он 30 долларов не так уж и страшно видите я хотел хочу вам показать в магазине оригинальном он стоил 75 а здесь как бы в стоке он стоит 20 то есть понимаете это этикетка а вот кейс даже 75 а здесь уже 29 цена вот скажите это от цены зависит или от того как кому какая пятка левая зачесалась видите все серенькие 20 долларов обежевая и 29 ну зачем покупать вот эту вот синтетику насколько я понимаю made in bangladesh но он запакован и не видно его состав когда можно за 29 долларов купить шерстьяной свитер единственное что я вижу что уже конечно с размерами вот Tommy Hilfiger о про Tommy Hilfiger я вам сейчас расскажу в магазин Tommy Hilfiger у меня есть для вас история никуда не уходите далеко я как закончу съемку я вам расскажу про Tommy Hilfiger мужской свитер Tommy Hilfiger цены нет непонятно очень любят дарить в шарфы у нас ребята потому что шарфы это такая вещь шарфы или шарфы девочки напишите мне как правильно я очень часто неправильно говорю дарение если вы мне пишете это окей я в общем то воспринимаю это все нормально потому что я не сам большой знаток великий русского языка поэтому я могу как бы ошибаться в дарениях потому что шарфы или шарфы очень удобно дарить потому что тоже можно не знать размер и вот например очень симпатичный шарф 20 долларов он стоит вот похожие расцветки и вон там такой синенький синеется это хороший очень бренд канадский пожар называется поджар тоже шарф с шапкой видимо дорогой а нет 40 долларов всего лишь вот такой же есть серый кошельки сумочка дурацкая миховая еще одна сумочка дурацкая здесь Рэчел Рой шапка и шарфик за 60 долларов потому что это 100% кашемир PL white cashmere я не знаю что такое PL у меня здесь что-то кашемир или какой-то кашемир не кашемирует вот тут еще такой шарфик за 20 долларов красивый расцвет и тут валяется в клеточку под Бербери и все вот выбор маленький тоже шарфик вот одна вот такая вот малюсенькая полочка нет вот тут еще есть шарфы но они не запакованные видишь вся же идея чтобы купить что-то в коробочке и вот у вас уже сразу готовый подарок посмотрите какой красивый шарф боже мой я просто в восторге 30 долларов что это за компания а скотч инсода да скотч инсода это хороший бренд ну шарфов конечно много славьте господи тут уже всякие остатки тут всякие накидки окей перчатки такие страшные варежки ужасные даже перчаток нет а какие-то варежки может быть в другом месте перчатки а вот здесь еще много перчаток разных ну вы знаете вот как-то вот кожаных я что-то вот все какие-то вязаные вот такие мне кажется что их просто уже раскупили вот хорошие кожаные перчатки ну посмотрите что делается вот какие-то тряпичные какой-то совершенно говно извиняюсь выражение даже здесь вот есть какие-то но это тоже не хуже это шутка и вот опять варежки вот здесь ну у нас это нужная вещь ну как бы не варежки вот такие вот перчатки хоккейные такие знаете там снег выйти почистить я не знаю там холод собачий когда-то идти пешком на автобус тоже в тоненьких кожаных перчатках не походишь но раньше были и такие и такие а сейчас только вот такие а вернулась я в пледы девочки вот здесь очень есть красивые тоже пледы 180 долларов какие-то итальянские судя по всему а нет made in Spain сделано в Испании а вот здесь много вот этих вот там были маленькие такие да сто процентов кашемир поэтому они стоят дороже хоть он и маленький а тело в Италии ну классный вот это мне тоже очень нравится такой красивый но я не понимаю его состав давайте почитаем сорок процентов махер шесть классный но дорогой зараза сто восемьдесят долларов я же понимаете я же не просто так здесь шляюсь вам показывать мне нужен подарок мне нужен подарок на Новый год поэтому я тут хожу разглядываю на такие цены все что более или менее приличное вот хороший такой знаете кашемировый плед плед да ну слушайте сто восемьдесят долларов мне как-то это много я как-то не рассчитываю обычно было очень много такой рождественской посуды тематической знаете какие-то тарелки выкрашенные раскрашенные под крисмас крисмасные цвета вот эти бокалы красивые тоже итальянские сколько стоит семнадцать долларов не очень дорого сколько здесь шесть что я бокалы открыла ну наверное запакова красивый бокал правда тут на хрусталь конечно ой вот такие уже так 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 а вот еще знаете вот красиво какой набор а это тот же самый просто здесь показано что видите они есть большие поменьше поменьше и вот такие стаканчики прям мне нравится видите видите какая красивая у него ножка сейчас бокалов и они не очень дорогие семнадцать долларов вот кстати хороший подарок для для такого знаете когда вы не знаете человека особенно близко вы не знаете его там размеры пристрастие он тоже симпатичные какие видите как бензиновые такие сколько он стоит семнадцать долларов вот такой же да семнадцать долларов здесь четыре а там было шесть вот такие же стаканы здесь вообще по моему две штуки за десять въемок стаканов много но это не тематически знаете здесь как принято дарить вот именно новогодние фрисмасные какие-то вот это цвет потому что видите красные и зеленые поэтому это можно причислить к рождественской какой-то теле а какие лампы красивые посмотрите правда семьсот долларов что это две два писа две лампы стоят семьсот долларов может быть такое как здорово мне очень нравится семьсот долларов это дешево такая вот ножка подставочка такая очень красивая и не нужно просто я просто хожу ну вот типа какая-то рождественская тема даже не столько рождественской сколько просто такая зимняя потому что здесь елочки яблоки какие-то витки тарелки а так тоже ничего нет рождественского это просто пипец девочки я просто знаете не узнаю страну в которой я живу вот одну с елками слава богу я подозреваю что было было все что-то завезли но видимо настолько быстро все разобрали что 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 с миссис и мистер то есть наоборот мистер и миссис класс а ну в смысле дед мороз дед мороз санта класс вот вот смотрите какие рюмки смешные это так просто санта 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 лауза 10 долларов бокал баловство да вот дурацкое баловство так 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 в общем вот так девочки вот такая вот вот такая у нас вот такой вам привет из канады сейчас буду вам рассказывать историю про про том хилл фиггер будете смеяться уже совсем почти стемнело пока совсем не стемнело рассказываю вам историю про том хилл фиггер хотела я вам поснимать в магазине томми хилл фиггер у нас есть два аутлета недалеко от моего дома один совсем близко один подальше и я поехала вчера в магазин томми хилл фиггер в этот один аутлет походила там посмотрела смотрю примерочные закрыты я значит продавщица спрашиваю а чего у вас примерочные закрыты у вас до сих пор примерочные закрыты ну как бы сейчас лукдаунов везде уже все открыто как бы чтобы вы понимали да она говорит нет нет у нас были открыты но сейчас у нас мало продавцов слышите у них мало продавцов поэтому они решили закрыть примерочные потому что у них некому убирать потом в примерочных за 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 клиентами я так подумала вообще фига себе вообще вот ну ладно дам бог с вами я значит сегодня поехала в другой локейшн другой магазин он тоже довольно близко от от моего дома но подальше приехала туда это такой большой шопинг-центр мол аутлет аутлет мол там значит аутлет и вообще такая ситуация смешная там там есть аутлет гуччи там есть аутлет феррагама еще там сен-лоран и везде стоит очередь потому что а я забыл сказать сегодня четверг а завтра у нас black friday я значит думаю не поеду в 5 будет полно людей а поеду в четверг но чтобы вы понимали я уже тоже с трудом нашла парковку и я значит иду в этот в том хилл фигер по дороге думаю могу очень мимо сен-лоран везде стоят очереди стоят очереди огромные чтобы зайти в гуччи и зайти в сен-лоран аутлет я хотела поснимать витрины не могла потому что люди стоят вот вдоль витрины то есть я же не буду людей снимать они вообще загораживают все ну неважно витрины такие ложевые нечего там снимать знаете такое впечатление что просто побросали лишь бы бросали какие-то сумки и манекены вообще стоят голые в гуччи потому что а чё и так купят очередь стоит магазин хочу витрины надевать напрягаться да я значит захожу в том хилл фигер там большой магазин я тыц-пыть значит посмотрела думаю сейчас вот возьму это возьму это потом прохожу к примерочной стоит значит плакат что примерочные закрыты я у этих продавщиц спрашиваю у вас примерочные чего закрыты то они говорят потому что это black friday значит завтра и сегодня уже очень много людей и у нас большие скидки и поэтому мы решили закрыть примерочные потому что очень много людей у нас в магазине чтобы люди не ходили в примерочную потому что очень много людей я знаете я вообще что происходит скажите как это black friday много людей и они решили закрыть примерочные причем во всех магазинах потому что у них много людей в магазине what is this like в общем возмущение моему нет предела в результате я два дня мотаюсь как колбаса в разные магазины ничего не могу снять и вот приехала в этот магазин поискать подарок мне нужно на рождество решила тоже поснимать и вы видели то есть ну вообще такое все просто это я я не знаю я наверно переквалифицировать в управдом и буду снимать рецепт наверно начну кукать готовить что-то я плохо готовлю что мне делать в магазинах нечего снимать или надо дождаться когда кончится рождество потому что сейчас перед рождеством вот я понимаете то что здесь вот сейчас это довольно большой магазин там всегда было наволом всего там каждый день привозят привозили раньше товары я подозреваю что просто все разобрали народ разбирает все вот все что касается рождества и все вот на эту вот тему расхватывает со скоростью света потому что боятся что потом ничего не будет все девочки вот такое у нас сегодня видео надеюсь что вам было весело со мной надеюсь что я вас развлекла люблю целую пламенный привет из канады увидимся в следующем видео пока пока бай